Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Насчитываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. Номер 68. И с комментариями. Послание к Ефесянам, 4 глава, 17 стих. Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Толкование Блаженного Феофилакта. Примером других, вразумляя их. По суетности у же ума поступали, потому что служили идолам, были рабами страстей и предавали суете мира. А то, что называется суетой, потому так называется, что мы пользуемся им суетно. Ибо не по своей природе оно суетно, так как все создано хорошо весьма. Ефесянам, 4, 18. Будучи, повращены в разуме, очуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Толкование. Хотя и сиял свет богопознания и чистой жизни, но они омрачили себя, обессилев душевное зрение мглой страстей и житейских попечений. Да, великий и неудобопроходимый поток представляет страсти и мирские заботы, в обращающие разум. Посему живущие так и очуждены от жизни Божьей, то есть от жизни по Богу. Потому что жизнь разумная состоит в том, чтобы уразумевать истину. Так, жизнь разумная в том состоит, чтобы разумевать истину, не какие-то там выдумки туман напускать. Везде уверующая истина должна быть. Если мы не поистине где-то что-то говорим, в первую очередь самое легкое сказать, не знаешь истины, а другое, дух лжи вошел в уста. Это не просто так, это нам кажется, ну ладно, это спасение, спасение-то не касается, но это ложь. Это обман, это сатана уже руководит человеком. Ни одного лживого слова, всякая неправда есть грех, неправда это есть грех. Просто объяснять так, что вот они думают все так, один это может думать, скрывать. Все остальные это ищут истину. И подозревать всех, даже не понимая слова, этого нельзя. Как говорили на христиан, то они другое колдует. На каком основании это говорили? А то, что чудеса были, они не вмещались в них. И во всех житиях только говорят, а они чародейством делают, Пантелеем, она этот чародей. А теперь мы знаем, Дух Святой действовал. И подозревать всех до одного, что умышленно делают, два-три могут делать, а что все умышленно, нет. Истинно именно верили Гитлеру. Это люди верили в это. Они работали в этой области, подтверждались находками, исследованиями. В советское время, кому если точно так же. Вот поэтому верят в том, что христиане лживые и не верят, а говорят, а за что бы они умирали тогда? Они умирали за эту идею. Они жили этим. В силе духи, Павел говорит. А люди-то, которые подозревали, они это все лгут. Всесветные возмутители пришли сюда. Никогда не надо на это идти. Один-два человека могут. Чтобы все умышленно это делали. Нет. Если примут антихриста, истинно примут за царя, за мышаха своего. Тут надо смотреть в корень. И мы же молимся. Неужели дух Божий не положил бы? Я молюсь, другой молится верующая. Тысячу верующих человек, которые ни в чем не запятнаны. Верятся, понимают так. А я один и так понимаю. Итак, один правильно. На каком основании? Ну вот так. А там вот почему вопрос это задают. По отношению храма это сегодня касается. Ну все же понимают, купол обязательно должен быть. Ну так ли это? Надо посмотреть. Первые христиане как молились? По домам. И вопрос отпал. Бог говорит не в стропилах, а в ребрах. Поехали. А слепой по отношению к ней в подлинном смысле и не живет. Так как истина есть сущность и свет разума. Истина есть сущность и свет разума. Вот это все повторять надо. Какие-то доводы. А кто-то нарочно там всякие хитрости будет делать, отвлекать, говорить. Это ничего не значит. Обязательно есть силы, которые работают напротив. Чтобы тебя убедить, что все ошибаются в этом. Но дух твой, ты молишься, он тебе покажет, это не так. А зачем бы это нужно было? Как? Если все христиане умирали за веру во Христа. И говорить, что остальные не верили, а просто делали. Попы делают только на жизнь. Какое основание? Он недопонимает чего-то. Не идет проповедовать. Но он верит. Он искренне верит, что будет суд Божий. Но у него туманное представление об этом. Мы должны расставить на место. А не так, что он делает так. Патриарх, он такой-то. Такой-такой, но он верующий. А он не верующий. Он только пробрался туда, деньги гребет под себя. 7% нефтяных прибытков, все это его было. Так-то так. Но ты посмотри, когда другие моменты, где и говорит, и как. Да и тебе еще судить-то. Да они там все гомосексуалисты. А ты что, за ноги держал? То есть эти разговоры должны иметь обоснования, доказательства. Ничего нет. А так говорят? Не все говорят. Говорят, с какими-то корыстными целями может свернуть его, убрать на его место, поставить свою креатуру. Поехали. Итак, если они находятся в неведении, за что же ты их винишь? Несведывающего должно научить, а не обвинять. Его надо научить, а не обвинять не сведущего. Слова-то какие, говорит блаженный Афеофилак. Его научить надо. А у православных его не учат. Он так болтается, ходит, пришел, отстоял. Да народ тупой, невежественный, темный. И кто это говорит, архимандриты. Специальная комиссия составлена патриархией по мироточивым иконам. Я говорю, ни один баптист, ни один адвентист, никто не скажет, что паства темная. Он учит его. Он ничего не понимает. Вот так весь искорежен, руки вот такие. У нас он никуда не гонит. Даже в церковь просить не будет, а где-то его задолбят. А его учат там в Германии, учат обои наклеивать. И он пришел и радуется, и обои наклеил. Он родился такой больной. И над ним работают и работают. Покупают детей. Американцы платят деньги за русских-то. И сделали в течение года 17 операций. У него заячья губа развернута там. Смотреть не на что было. Теперь показывает, такая красавица стоит. Любой, говорит, заглядится. Почему? Работают. Это я слышал от очевидцев, которые рассказывают, как они работают над людьми. А у нас он не нужен куда. Подопыты его на органы разберут. Как пишут. Я это тоже сам не видел. Но что это есть, это весь мир кричит. В Китае сколько операций проходит. Другие выкрадывают. И для богатых детей там. Поехали. Но это неведение, говорит, произошло в них вследствие ожесточения. О, не ожесточайся, о чем говорят. Нет, слушай внимательно. Сразу умей попятиться. Да, я так понимал. У меня недостаточно было опыта и знаний. Теперь я отказываюсь от этого. Все. И Павел об этом говорит. Я не знал, я гнал церковь. И не надо это скрывать. Мало ли. Поехали. То есть бесчувственности. А бесчувственность вследствие наклонности их к нечистой жизни. О. Так что они достойны обвинения. Да послушай и что дальше следует. Ефесянам 4.19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Толкование. Не видишь ли, что по доброй воле они сделались столь бесчувственными. Дойдя до бесчувствия, то есть совсем разленившись, не желая делать ничего доброго. Дойдя до полной бесчувственности и как бы обезумев, предались распутству. Для чего же? Чтобы совершать нечистоту. Потому что ее нечистоту поставили себе занятием и беспрестанным делом. И не один вид ее, но всякую. Как же после этого могли они не потерять чувствительности, предавшись всякого рода нечистоте? Ибо нечистая жизнь есть причина и лукавого учения, и приводит к непониманию всего хорошего. Понятно? Причина нечистая жизнь. Это не вне знания, надо смотреть именно внутренно. Где там было, где-то не раскаяно, где-то еще что-то, многое упущено. Вот на это накапливается и потом внезапно выявляется короста какая-то. Болит что-то, опухоль какая. Ну ты маленько-то смотри, где ты был. Какая жизнь-то была. Дальше. Поэтому, когда в другом месте услышишь, что Бог предал превратному уму, римлянам 1.28, Помни и эти слова, и сопоставляя то и другое, разумей, что Бог называется предающим тех, которые сами себя предают. То есть попустил и оставил их, так как они сами сделали себя достойными того. И даже выражением с ненасытимостью указывает на добровольную и в них бесчувственность. Ибо, говорит, им можно было и деньгами, и удовольствиями пользоваться умеренно. А они, предавшись неумеренности, во всем огрубели и стали бесчувственными ко всему доброму. Ефесянам 4.20.22 Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истреливающего в обольстительных похотях. Толкование. В таком-то положении находятся язычники. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. То есть, после того, как познали Христа. И не сомневаясь, но вполне уверенно, говорит так. Ибо в том и состоит познание Христа, чтобы жить добродетельно. Равно как и художивущий не знает Христа. Не знает Христа. Жизнь прожил до 80 с лишним лет, и все время грешит, и пьет, и курит, и что. И вот не открывается. И все ищет лукавые какие-то отговорки. Ну, Бог спасает, поэтому я грешу. Ничего не сделаешь. Главное, причащайся. То есть, совершенно погибшая душа. Покаяния нет. Ты причащайся, как огня, должен бояться. На тебе этим пене лежит. Святые отцы обдумали, чтобы недостойно не причащался. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Титу 1.16. Слова же, так как истина в Иисусе, понимай так, не как язычники ходят, так бы и вам в том же оставаться. Ибо не суета дело Христова, но истина, учение и жизнь. Грех есть ложь, так как лишен существенности и не имеет цели. Добродетель же истина, так как устойчива и имеет цель. Чему же вы научились? И вообще, все, наконец, разрушается смертью. Ибо в тот день, говорит Давид, исчезают все помышления его. Солом 145.4. Или же в похотях сказано вместо от похотей, так как от них расливается ваш ветхий человек, как хлопчатая бумага и железо, от чего рождаются, от того и гибнут. Ибо любовь к славе губит, что касается души, всегда, но бывает иногда и телесно, и удовольствие тоже. Прекрасно же назвал и обольщением наслаждение, происходящее от них. Ибо все это есть подлога и обман, потому что удовольствием только представляется, а в сущности есть горечь. Обольщение в том и состоит, казаться одним и быть другим. Ефесянам 4.23 А обновиться духом ума вашего, толкование. Чтобы кто-нибудь не подумал, что вводит другого человека, он говорит, обновиться. То есть само обетшавшее, обнови и сделай другим. Так что предмет один и тот же, перемена же только в характере и мысли. Каким же образом могло бы произойти это обновление? «Через Святого Духа, который поселяется в нашем уме, потому что Дух не терпит ветхих деяний. Сказанное такое имеет смысл. Обновляйтесь духовным обновлением в уме вашем, а не телесным и в теле происходящем». Ефесянам 4.24 «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Толкование. «Видишь ли предмет один, который вовлекает в себя и облекается. Но одежды различны. Именно порок и добродетель. Ибо как легко раздеться и одеться, так же легки порок и добродетель, если пожелаем». Почему же представляет порок и добродетель под образом человека? Потому что делами характеризуется человек, и они не менее естества показывают человека, добрый ли он или злой. «Итак, новый человек – это обновленный крещением, который должен быть и крепким, и не имеющим повреждения, и здоровым, ибо все это свойственно молодости. Этот человек, говорит, создан не по похоти, а по Богу, то есть от Бога то создание, которое ему благоугодно. «В купели не от воды и земли, но в праведности и святости, ибо в том сущность толкового человека. Правда, вообще добродетели, как бы обыкновенно мы называем праведным человеком безупречного. И Господь, говоря, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Матфея 5.20. «Разумеет здесь всякую добродетель. Святость – жесть чистота и исполнение всего должного. Как, например, по отношению к умершим мы говорим, когда кто по отношению к ним исполнил должное, «Я отделался, все совершил». Но так как в Ветхом Завете говорилось о правде, то он говорит, что она была образом всей праведности. 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 «Я же говорю тебе о правде истинной Евангелии, или противоположность наружной и лицемерной правде он указал на правду истинную. Хотя сей человек и создан в крещении, в правде и преподобии, но ему и теперь следует облекаться ими через жизнь и дела. «И когда ты слышишь, что должен облечься, то уже помышляй, что никогда не следует разоблачаться, как и сказано. Облечется проклятием, как ризою». Псалом 108.18. «И ты одеваешься светом, как ризой». Псалом 103.2. «И мы имеем обыкновенные говорить, такой ты надел на себя личину такого-то». Ефесянам 4.25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу». Толкование. «Сказав о ветхом человеке вообще, потом описывайте его и по частям. И, во-первых, устраняет ложь в отношении друг к другу, и, что особенно важно, и способно пробудить стыд, потому что мы члены друг к другу. Как бы так говоря, неужели глаз, увидев зверя, лжет ногам и препятствует им бежать? Или же нога, ощутив глубокий ров, скрывающийся под тростником и землей, неужели лжет и не дает знать глазу, чтобы он посмотрел в другую сторону и нашел обход? И вообще, во всем ты найдешь то же самое. Посему и мы также не будем лгать друг к другу, ибо мы – члены одного тела». Ефесянам 4.26 «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Толкование. «Сказав, не лгите, потом, так как от лжи часто происходит гнев, он говорит, хорошо было бы совсем не гневаться. Но если случится, то, по крайней мере, не доводите себя до греха, неумеренно предаваясь гневу». А некоторые говорят, что один только есть безгрешный гнев, именно против демонов и страстей, которые предлагает нам здесь святой апостол. «Да не остается, говорит в тебе надолго это чувство, и пусть не оставляет вас врагами на заходящее солнце, дабы свет его не осеял вас недостойными, и чтобы ночь еще более не разожгла всего огня под средством помыслов и не способствовала возникновению злых умыслов». «И не давайте место дьяволу». Толкование. «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу. Ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову подобно змею, а потом забирается и всем своим извивающимся телом». «По что-то другое, допустим, не о спасении речь идет, где-то расхождение есть, оно не устранено, обязательно будет другое, подозрение друг к другу, недоверие, а за этим идет, а за этим вражда уже подыскивания, вот это все уже было. Должен быть очень осторожен здесь, очень. Не просто так, а если это не касается чего-то спасения, о чем тогда спорить? Нас 20 человек, 19 понимают так, а все идут не в ногу, а я один иду в ногу, как-то смеются, а так и получается, не годится это. Нельзя так, надо уметь смиряться, смириться и дальше искать, искать подтверждение того, как понимают те, как понимают все люди, а не как я понимаю, и кто-то подсмеивается, мне что-то подкидывает. Мы даже четко держать, священное писание, святые отцы, вот как это есть. А все ли они знали по писанию, когда сравнивали с Библией, а когда брали не то, что открыто, они не знали. Не знали, это обыкновенно. Итак, апостол Павел говорит, мы, оставшиеся до пришествия Господни. Мы. Да 2000 прошло лет уже после этого, а Павел понимал, что гонение сильное, сейчас вот, не в субботу, но в воскресенье Христос придет. Пошли. Ефесянам 4.28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Толкование. Видишь, какие члены у ветхого человека. Ложь, зла, памятство, воровство. И не сказал, да будет наказан крадущий, но да отстанет, говорит, от этого зла. Ибо то дело внешних судилищ, а это учение Христова. Где же так называемые катары, чистые, а на самом деле исполненные всякой нечистоты, отвергающие покаяние. Пусть они услышат, что снять с себя позорное имя, значит не отстать только от греха, но и делать нечто доброе. Делать противоположное этому. Говорил против, а теперь понял, отступился, я гнал церковь, не достоин называться апостолом. Теперь все против, и теперь спорит с теми, говорит, состязается, когда был из них, из той когорты. Этого не надо бояться, это как раз показывает труд Духа Святого. Ибо послушай, что говорит далее. Ибо недостаточно отстать от греха, а нужно вступить на противоположный ему путь добра. Прежде он делал зло, теперь пусть совершает добро, и не просто, а с усилием, чтобы с одной стороны сокрушить тело, которое прежде, вследствие бездействия, навыкло козлу. А с другой, чтобы в достаточном количестве иметь способы к жизни и продовольствию, дабы уделять и другим. И дабы тот, кто прежде других обирал, теперь благотворил другим. Чудное дело, Евангелие превращает в ангелов, чуть не демонов. Комментарий Игнатия Лапкина. Нет более результативной книги на земле, на счету которой миллионы о спасенных. И что бы ни сказал человек самого возвышенного, о друге, о родине, об отце с матерью, все это применимо к Евангелию. Евангелие не только воскрешает умерших и из дверей делает людей, но Евангелие превращает в ангелов, чуть не демонов. Такие слова может сказать тот, кто испытал на себе благотворное влияние благой вести о умершем за его грехи Иисусе Христе. Евангелие, то есть благая добрая весть, известие о том, о чем тоскует душа днем или ночью, ища утешение. Святой Серапион, чтобы одеть нищего, снял с себя последнюю одежду. И когда его спросили, кто раздел тебя, он, прижимая к себе дрожащими руками Евангелие, показав на него, это оно сняло с меня последнюю одежду. Представляю, как он говорил, это оно сняло с меня последнюю одежду. Может и так. И такую чудную книгу, источник воды живой, богооткровение, живого Создателя, сумели спрятать и сделать как бы несуществующей. Господи, дай любовь к Евангелию Твоему, православным священникам. Евангелие превращает в ангелов, чуть не демонов. Ефесянам 4,29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Толкование «Гнилым называют слово праздное, безрассудное и неуместное, каковы шутка и пустословие. Но еще более гнило и, так сказать, зловонно, страмословие, брани клевета. Ибо не за дело только, но и за слова дадим ответ. То есть будем говорить то, что назидает ближнего. Потребно, предлежащей нужде, и не безвременно, и бесполезно, дабы слушающие остались нам благодарными. Потому что если мы будем говорить душеполезное, то слушающие, как получившие пользу, будут благодарны. Или чтобы слово ваше, говорит, сделало их облагодатствованными. Ибо как мира подает благодать получающим его, так точное душеполезное слово. Видишь ли, как Павел к чему убеждает всегда? А Тума теперь просит нас, чтобы мы назидали ближнего, то есть самих себя. Ибо тот, кто советует душеполезное другому, конечно, гораздо прежде то делает самому себе. Ефесянам 4.30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Надо запомнить место. 4.30 Ефесянам. Четыре греха против Духа Святого есть. Не угошайте Духа Святого. Не противьтесь Духу Святому. Вы всегда противились Духу Святому, Стефан говорит. А здесь, говорит, не оскорбляйте. И последняя хула на Духа Святого. Вот надо все вместе соединить. И понять, как это в жизни бывает. Не угошайте. Как? Золотолуц говорит, заткни отверстие, куда ветер дует, чтобы не попадал в светильник. Не погасте его. Электричества-то не было. И он не мог говорить об электричестве, потому что он его не знал. Не знал ни одного слова. Он не мог сказать. И поэтому ссылаться на их мысли там об этом, ну как можно ссылаться, когда он не знал. Представление было не открыто. Он знал для своей эпохи. А это бывает так. Вот сколько знали-знали, и вдруг новое открытие переворачивает, все совсем по-другому видят. Думали, что самые это частицы мелкие. Оказалось, что есть молекулы. Разобрали. Оказалось, атомы есть. А потом проходит время, и атомы, еще нейтрино там есть, и с какой скоростью проникают, где благодаря этому и создается новое. Представь себе корабль. Как? Ну, дрова. Сначала ветер был, потом стали лопасти хлопают, дрова. Ну, пустынные люди там с лепешки коровьи собирали. Хватало, хватало, мало людей было. А дальше не хватает. Нашли каменный уголь. Вот теперь. А что про каменный уголь могли сказать, что это там окаменелые деревья после потопа? Не могли. Его не было. Ну, стало не так же. Людей много не хватает угля. Тогда Бог открывает. Ну, еще одна кладовка есть. Копнули нефть. А она от чего? Да разные предположения. Говорят, разложившиеся трупы людей и животных. Ну, сколько же их там было-то? Не знают происхождения нефти. Нефть по сегодня тайной является. Является тайной время, откуда оно возникло. Как оно пошло. И как наступит поисторическая вечность опять. Вопросов-то сколько, на которые никто ответить не может. И когда этого не стало хватать, газ. И те газ легко гнать, его трубами гонят и вся Европа. И не замерзает-то. Но это еще не все. Нашли в океане. Трубу проложили. Знал ли это Златоуст или Василий Великий? Да ни Порошинки он не знал. Откуда он узнал? Как он мог знать? Муха вот села. Сделали потолок. Сделали его гладкий-гладкий. Стеклянный. Садится ей. Ну ладно, это муха маленькая. Есть геккан, как ящерица. Она бежит по потолку. А другая может, никто не может больше. Ну а как она бежит, никто не знает. Цепляться-то ей надо цепляться. А что она будет цепляться? Не за что. Стали исследовать. Оказалось, что у нее лапка, которую видит. Она разделяется. У нее 50 лапок там. Подушечек-то. Она именно. Ну и при чем подушечки? Не знаю, но другое устройство. Еще микроскоп. Увеличили в 3000 раз. Оказалось, каждая подушечка распадается еще на 50. А потом электронный в 3000, 30 тысяч раз увеличивает. В 300 тысяч. И увидели, что там присоски. У нее там на каждой лапке находятся 3000 присосок. Она бежит, ну как присоска-то где. Воздух оттуда вышел. И она притянула. Она бежит. Мог ли сказать это за Туц Василий Великий? Нет, конечно. Ни микроскопа не было. Они не знали. Это чудо Божье. Это хорошее объяснение. Хорошее. Но они не могли объяснить, почему она не падает. Так и не только это. Во всем абсолютно. Новые открытия. Сделали как? А теперь, когда не стало хватать газу, радиоактивные вещества, атомная станция. Зарядили, опустили стержни. И все. И 50 лет могут не менять. 50 лет. Лодка подводная. Под водой люди. А длина-то какая? Корабль-то какой? Они там как будто в помещении. Подо льдом. Оплывают весь север. Возвращаются. Могут полгода-нибудь в воду превращают в кислород. Знали это? Не знали. Ни одного слова сказать не могли. И ссылать-то на них в этих открытиях нельзя. Надо быть благоразумным. То, что перед нашими глазами идет, и что из священного писания можно брать. А этого не было. Ну а как же под водой? Кит. Один раз. Один случай был. А теперь этот случай по сегодняшний день пытается объяснить. Ну там кислота сварила бы его. Оказывается, у него другое отделение есть у кита, где кислоты нет. У кошелота убили, а там человек живой, которого уже два дня как назад с другого судна он сглотнул. Да у него горло маленькое, у кита, да, маленькое, а у кошелота там, говорит, любой человек пролезет даже свободно. То есть новое-новое открытие показывает. А на это просто верили. Верили и все. Поехали. Геккон, правильно. Геккон. Только гнило. Толкование. Если ты, говорит, скажешь слово гнилое и недостойный уст христианина, не человека ты оскорбишь, но Духа Божия. Которым ты облагодетельствован, и которым освящены уста твои. Затем указывает, чем мы облагодетельствованы. Ибо Дух запечатлел нас в показания, что мы принадлежим к царскому стаду. Не оставил Он нас в числе повинных гневу Божию, но и взял от них их, и печать поналожил, чтобы избавить от всего гнева. Не устыдимся ли после этого оскорблять его? Твои уста запечатлены Духом, чтобы не говорить тебе ничего недостойного его. Не отрешайся и печати. Все. 69. Вот теперь я делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok